Смертельно они погибли от ран. А остальные обиделись и шли к соседям. Сколько ушло? Руки? Кто? Сколько? Чего 12? Кого? Так, у тебя? 20. У тебя? А теперь скажите, какое выражение составили? Читай. А почему? В трех тараканах ранил смертельно они погибли от ран. Значит, что нужно было сделать? 3 умножить на 5 Ну, конечно, получится. Миша абсолютно прав. Молодец. Будем писать в столбик. Ставьте цифру 2. Это была первая задача. Теперь вторая. Так что мы вот так. Цифра 1, 2 и в столбик. Я скажу, когда второй. Готовы? Внимание. Вот это теперь очень интересная задача. Ну, все мы понимаем, что тараканы... А как они вообще плодятся? Медленно? Короткое время или турно? Ой, да так быстро, что вы себе не представляете. Вот сейчас вы убедитесь. От одного дедушки, верный дедушка, тараканы уже там его доедают, наверное. К соседям ушло 12 тараканов. Это те, которые обиделись на дедушку. После этого соседи стали пересчитывать этих тараканчиков в своей квартире. Внимание. И насчитают. 4 тысячи 587 штук. Внимание. Вопрос. Сколько своих тараканов было у соседей, пока к ним не пришли дедушкины? Составляйте выражения. Значит, от дедушки 12 тараканов ушли обидев чисел. У меня вопрос. Сколько своих тараканов было у соседей? Если они стали пересчитывать, их стало 4587 штук. Можно и задавать мне вопросов лишних. Так, так, сколько было? Быстрее, 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 быстрее. 4587. Нужен в четвертом классе, в пятом вернее, стыдно слушать три раза. 4572. А у тебя? 4575. Пять. А у тебя? А у тебя? 4575. Ой-ей. 4575. Вот у кого 4575 себе плюс, это правильно. Представляете, какое количество? Развели, давай капать. Ой-ой-ой. Внимание. Готовы? Да. Однажды темной ночью тараканы собрались на кухне и построились в колонну. Получилось восемь рядов по семь тараканов в каждом ряду. Сколько тараканов всего было на кухне? Восемь рядов по семь тараканов. А что все остальные они хотят? Подожди, Михаил. Восемь по семь. Восемь по семь. Я как аукцион. Восемь по семь. Восемь. Сколько? А у кого пятьдесят шесть? Поднимите руку. Тогда у меня вопрос. Опустили, ты присел. Как Игорь узнал, что пятьдесят шесть? Игорь говорит, восемь умножить на семь. Жду комментарий. Нужно семь на восемь. Если мы тараканчиком умножаем на ряды. Ну а тараканов отдохнули, пишем в такой ступень. Ну не пообещайте, пишите в один паспорт. Никакие проблемы. Только будьте внимательны, пожалуйста. Хорошо? Ну все вы знаете, что животные тоже любят друг друга. Или не любят? Любят друг друга. А докажите, что они любят друг друга. Если, например, одно животное не любит другого, то не будет размножение. Не, ну так нельзя. Разные виды не могут любить друг друга. Не может суд полюбить, а в суд. Да, правильно. Да. Например, это примере лебедей. Согласно еще. Бывает, животное любит другого, а оно умирает. Кого другого? Одно животное любит другого животное. Если одно умирает, то другое им тоже можно любит. Да, бывает. Даже у волков такая любовь, кстати. Вот хоть они и такие говорят, ой, волки кровожадные, а Паша что молчит? Да скажите, что животное, у животных тоже есть любовь. Тише. Не все животные могут любить друг друга. Например, собака и кошка, но... Правильно, я сказала, виды не могут. Совершенно, ну хорошо. Рассказ, лев и собачка, там лев полюбил собачку, собачка умерла и лев знаком. Хотя здесь можно поспорить, потому что что, это... Басня назвать. Ну это басня, так написано у Толстого. Хотя это что? Ну кто мне поможет? Это рассказ. Да я не спрашиваю вид текста. Я спрашиваю... Это истинная любовь. Это истинная любовь. Но смотрите, лев принадлежит семейству... Кошачь. Кошачь. Собачка к семейству... Собачь. Теперь у меня вопрос. Может быть любовь между кошкой и собакой? Может. Может быть. Ну это... Это даже... Да, да. Я согласна, что вы не спорете. Это дружеская любовь. Но я не к этому вела. Все, Настена, спасибо. А как вы думаете, кого полюбит баран? Козу. Козу. Тернахку. Аксу, конечно. Внимание. Задача. Один баран... Ой, простите. Три барана влюбились... Я глаз не вижу. Влюбились в одну и ту же овцу. Первый баран признавался ей в любви. Два часа сорок минут. Второй три часа двадцать минут. А третий говорил ей о своих чувствах целых четыре часа. Внимание, вопрос. Сколько часов слушала влюбленный барана счастливая овца? Сколько? Одиннадцать. Я не слышу. Десять. Четыре. Десять. А теперь составьте выражение по задачам, чтобы не быть голословными. Чтобы не...